Уважаемые студенты четвертого курса, мы продолжаем изучение дисциплины «Новейшая история стран Запада». Сегодня мы завершаем изучение третьего блока, третьего модуля, который звучит так «Вторая мировая война 1939-1945 годов. Международные отношения послевоенного периода». На предыдущих лекциях мы с вами рассмотрели первые два вопроса плана, а сегодня нас ждет разбор подробный третьего вопроса. Итак, холодная война, НАТО и ОВД, гонка ядерных вооружений, разрядка международной напряженности, тенденции развития международных отношений в начале 21 века. Таким образом, цель нашей сегодняшней лекции – рассмотреть развитие международных отношений в послевоенный период, то есть после 1945 года и до наших дней, и усвоить необходимую терминологию. Поэтому сразу же обратимся к этой терминологии. Так, вашему вниманию предлагается глоссарий. И одной из тенденций развития международных отношений на рубеже 20-21 веков является интеграция – американская, европейская и так далее. Интеграция происходит от латинского слова «интеграция» – восстановление соединения. Во-первых, это процесс, результатом которого является достижение единства и целостности в другом системе, основанной на взаимодополняющей отдельных специализированных элементах. Интеграция экономическая – это процесс обвинения национальных хозяйств, включающих в себя проведение согласований, согласованной государственной экономической политики. Еще один важный термин – неоколониализм. С колониальной системой мы распрощались еще в 1990-х годах, и последней колонией в истории человечества была Намибия. А теперь популярен термин – неоколониализм – система нервно-неправных отношений между развивающимися бывшими колониальными странами и промышленно развитыми странами Запада. Довольно близко к этому значению термин – сателлит. Вот говорят, такое-то государство и его сателлиты. То есть государство формально независимое, но фактически подчиненное другому, более сильному государству. Еще один важный термин в контексте сегодняшней темы лекции – холодная война. Вот он, пожалуйста, у нас прямо в плане, да? Итак, это термин, обозначающий состояние военно-политической конфронтации государств или группы государств, при которой ведется гонка вооружений, применяются экономические меры давления, эмбарго экономической блокады, осуществляется организация военно-политических блоков и союзов, создаются военно-стратегические плацдармы и базы. Холодная война возникла вскоре после Второй мировой войны, была прекращена в конце 80-х – начало 90-х годов XX века, главным образом в связи с демократическими преобразованиями во многих странах бывшей социалистической системы. Ну и еще один термин – атлантизм, идейно-политическая концепция, в основе которой лежит тезис об общенности и интересах и судеб стран Атлантического региона. Атлантизм получил особое распространение в условиях Холодной войны, когда геополитические термины «Запад» и «Восток» оказались связаны с существованием двух противоборствующих общественных систем, а «Атлантическая солидарность» или «Англосаксонская солидарность» стала на многие годы синонимом антикоммунизма. В дальнейшем мы с вами рассмотрим вопросы для закрепления, я вам покажу список рекомендуемой литературы, а поскольку нам предстоит с вами рассмотреть огромное количество событий, я открываю хронологическую таблицу, и мы будем идти прямо по хронологии событий. Итак, международные отношения после 1945 года. В Сан-Франциско завершается Вторая мировая война, в июле-августе проходит Берлинская или Поддамская конференция, а в Сан-Франциско идет учрительная конференция Организации Объединенных Наций, и 24 октября вступает в силу Устав ООН. То есть буквально пару дней назад весь мир отметил 75-летие появления Устава Организации Объединенных Наций. И практически сразу же после Второй мировой войны бывшие союзники постепенно становятся соперниками и даже врагами. В 1946 году, в феврале, происходит интересное событие, находящееся в штате американского посольства в Советском Союзе. Американский дипломат Джордж Кеннон передал в Вашингтон телеграмму, очень большую там, на несколько тысяч слов, в которой изложил основные принципы доктрины сдерживания коммунизма. Дело в том, что после Второй мировой войны позиции Советского Союза и его союзников сильно укрепились как основного победителя фашизма. И Кеннону стало казаться, что необходимо появление специальной правительственной доктрины, которая бы сдержала распространение коммунистического советского влияния на остальные страны, в первую очередь на страны Восточной Европы. И вот эту инициативу 5 марта все того же, 1946 года, поддержал бывший премьер-министр Великобритании. Он был снят с этой должности, проиграв внеочевидные выборы в британский парламент летом 1945 года. И оставшись таким образом без работы, Уинстон Черчилль занимался тем, что ездил по миру и читал лекции. Вот по приглашению Гарри Трумана, президента США, Уинстон Черчилль приехал в город Фултон и выступил там перед выпускниками высшего военного, если не ошибаюсь, учебного заведения, где заявил о том, что необходимо странам англо-саксонского западного мира объединиться перед лицом советской угрозы и установить так называемый по-английски Iron Curtain, то есть железный занавес, как бы опустить такой вот над Восточной Европой, то есть то же самое, не допустить фактически распространения советского влияния на другие регионы мира и таким образом сдержать распространение советской системы, советской идеологии. И это получило название Хултонская Ри Черчилля, которая обычно считают началом так называемой Холодной войны. Что такое Холодная война? Она отличается от настоящей войны, от горячей, назовем ее так, да, тем, что в ней не звучат там пушки, танки не стреляют, так сказать, вот нет широкомасштабных таких военных действий, но война тем не менее идет, просто война перемещается в другие сферы, в экономическую, в политическую, в идеологическую, даже, собственно говоря, в культурную и так далее. То есть начинается борьба за сферы влияния, борьба за умы, борьба за союзников, так сказать, в противостоянии и так далее, и так далее. Этот 1946 год очень богат на международные события, очень важные. В июле, октябре проходит Парижская мирная конференция, на которой подписываются договоры с союзниками Германии и создаются Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. Два важных очень таких финансовых международных института, которые должны были помочь регулировать международные отношения в плане финансов, долгов, помощи, послевоенной и так далее, и так далее, и так далее. А в 1947 году, следующем, 12 марта, на свет появляется доктрина Трумана. То есть американский президент Гарри Трумэн, так сказать, произнес речь, в которой высказался на положение так называемой доктрины Трумэна, в основу доктрины Трумэна легла доктрина сдерживания Кеннана. То есть он предлагал сдерживать распространение коммунистического влияния, а вот в первую очередь сдерживая, окружая Советский Союз, то есть окружая его по периметру, так сказать, странными союзниками США и военно-морскими базами, так сказать, да, то есть, если внимательно посмотреть на карту мира, то есть от Кефлавика, да, военно-морской базы США в Исландии и до Японии, которую называют непотопляемым авианосом США, так сказать, Советский Союз был по периметру окружен, так сказать, вот массой военных баз США и союзников. Кроме вот такого политического давления на Советский Союз, вот вскоре добавились и экономические моменты. В 48-м году в апреле 16 западных стран подписали так называемый план Маршалла. А Маршалл это госсекретарь США, который предложил оказать финансовую помощь странам Европы, пострадавшим во время Второй мировой войны. Вот, правда, у получения этой финансовой помощи было условие, да, то есть нужно было обязательно изгнать коммунистов из своих правительств, то есть дело в том, что коммунисты очень большую роль играли в движении сопротивления в Европе, во Франции, в Италии, в некоторых других европейских странах, вот. И там потихоньку, так сказать, во время выборов они завоевали такой авторитет, большой среди населения в годы Второй мировой войны. Они вот после Второй мировой войны стали проходить в парламенты, стали складываться в крупные такие парламентские фракции коммунистические и социалистические, скажем так. То есть был такой шанс прийти к власти, да, так сказать, в некоторых странах, мирным парламентским путем, так сказать, да, вот этим партиям Левого Толка. И вот план Маршалла, естественно, не позволил им это сделать, то есть страны Европы получали огромную, просто многомиллиардную экономическую помощь от США, но только в обмен на вот такие политические уступки и, так сказать, неприятия, так сказать, да, коммунистов в парламентах и так далее. А вот некоторые события международные не относятся к нашему региону Европы, Америки, но тем не менее они интересны. В 1948 году состоится государство Израиль, тут успехивает Первая арабо-израильская война. Вот. В 1949 году происходит очень много международных событий. 25 января страны Восточной Европы СССР воздует СЭФ, Совет экономической взаимопомощи, как вы видите, это не военная организация, это экономическая и торговая. А вот 4 апреля 1949 года 10 европейских стран, США и Канада, создают организацию Североатлантического договора, аббревиатура НАТО. Вот. В том же 49 году окончательно разделяется ФРГ и ГДР, да, вначале образуется ФРГ в западной части Германии, а в октябре на советской, так сказать, в советской сфере оккупации образуется Германская демократическая республика. А еще одно событие, не относящее к Кривой к Америке, это про разглашение КНР после завершения Гражданской войны в октябре 49 года. В 50-м и 53-м годах проходит война в Корее, вот, о ней мы говорить не будем, она тоже к нашему региону не имеет отношения. И еще одна война, это завершилось в 54-м году в Индокитае, где Франция проиграла своим бывшим колониям, Вьетнаму, Камбодже, Лаосу. Правда, Вьетнам при этом был поделен на два государства, прокоммунистические ДРБ на севере и республику Вьетнам на юге. Важные события в Европе происходят в середине 50-х годов. Это подписание мирного договора с Австрией, вывод войск, а в мае создание военного блока, организация Варшавского договора, ОВД. Это вот противовес НАТО как раз таки. В 57-м году СССР запускает первый искусственный спутник Земли, а на конференции в Риме страны Западной Европы образуют европейское экономическое сообщество. Это прообраз, в общем-то, и Европейского союза нынешнего. Интересное событие в 59-м году происходит, визит советского лидера Хрущева в США, первый визит советского лидера в США. Берлинский кризис в 61-м году происходит в августе, когда строится Берлинская стена, и Берлин тоже был поделен на две части, западный и восточный. Западный, капиталистический, восточный, социалистический. Сойдет движение «Неприсоединение» в Белграде. В 62-м году крупнейший послевоенный кризис происходит в мировой политике. Это так называемый Карибский или Кубинский кризис, когда на Кубе Советский Союз разместил 42 советские азерные ракеты в ходе операции «Анадырь». Там был сбит американский самолет-разведчик над Кубой, погиб пилот. В общем, очень серьезная была ситуация. Все опасались, что начнется ядерная война, но удалось договориться над Джоном Кеннеди и Никитой Сергеевичем Курщевым при посредничестве ООН. В 63-м году подписан Московский договор трех держав о запрещении ядерных испытаний. Затем идет война в Вьетнаме. Тоже не наш период, скажем так. Вот дальше политика разоружения, разрядки. Разработан договор о неоспитании ядерного оружия. Вступил в силу в 70-м году после подписания сотни государств. Вот Никсон приехал в США, в Москву и подписал договор ОСВ-1 по ограничению числа межконтитальных баллистических ракет. В 73-м году США и СССР подписали соглашение о предотвращении ядерной войны. И в 75-м году в Фельсинки был подписан заключительный акт совещания по безопасности сотрудничества в Европе. В конце 70-х политика разрядки сменяется вновь конфронтацией. Советские ракеты размещаются в Восточной Европе. В ответ НАТО размещает клады ракетой в Европе. Но в 79-м году был подписан договор ОСВ-2. Он не был артистирован конкретством США. А в декабре советские войска вошли в Афганистан. Дальше идут региональные конфликты. Иран-Иракская война очень крупная, Ангар-Аргентинский конфликт, сражение американских войск в Гренаду. А вот 80-е годы, это конец 80-х, это уже, так сказать, внешняя политика Михаила Горбачева, в ходе которой подписаны многие важные договоры, так сказать. Происходит бархатная революция в странах Восточной Европы, крах колониальной системы происходит. И вот интеграционная политика, самороспуск с ФВД. Подписаны документы в Мастрихте о единой зоне, так сказать, появлении евро единой валюты. И дальше, значит, начинает действовать Шенген с Шенген. Принято решение вступления в НАТО стран Восточной Европы и Прибалтики. Введение общей валюты евро. И вот последнее событие. Можете сделать скриншот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова